Футболисты Луч Энергии начали получать долгожданную зарплату. Игрокам перечислили порядка 60% сентябрьского дохода. Также еще часть оставшихся долгов обещана погасить до конца этой недели. Как отметили в руководстве клуба, основная задача сейчас выплатить все в максимально короткие сроки, чтобы футболисты ушли в зимний отпуск в нормальном состоянии. При этом ситуация в команде по оценке самих игроков все еще критическая. Как заявил капитан Тигров Алексей Рябко, коллектив все еще думает над будущими протестами. Такими, как случились в сентябре и перед последним матчем с Шинником. Стоит отметить и еще один интересный момент. Контракт главного тренера желто-синих Сергея Передни истек 19 ноября. Стороны решили продлить соглашение, но всего на одну неделю. По словам наставника, это было сделано, чтобы, так сказать, дожить до зимнего перерыва. Дальнейшее продление контракта стороны еще не обсуждали. Следующий и последний матч в этом году Луч Энергия проведет 26 ноября. На своем поле приморцы встретят футбольный клуб Тюмень. Этап всероссийских соревнований по бадминтону «Серебряный валан» прошел во Владивостоке. 280 девушек и юношей со всего Приморского края и некоторых городов Дальнего Востока боролись за право попасть в финал, который проходит в Центральной России. «Серебряный валан» проводится ежегодно. В Приморскую столицу всероссийский турнир привезли еще в 2010 году в честь заслуг наших спортсменов. В этот раз сотни юных участников до 18 лет боролись за путевки в финал в течение трех дней. Лучшие результаты по итогу показали приморские спортсмены. Стоит отметить, что наш регион считается одним из лидеров российского бадминтона. Спортивные федерации края попробуют сдать ГТО. Во Владивостоке состоится очередной краевой фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. На этот раз выяснить свою готовность к труду и обороне смогут воспитанники спортивных федераций 4-й и 5-й возрастных ступеней, то есть возраст от 13 до 17 лет. Своё участие подтвердили краевые федерации плавания, легкой атлетики, кудо, бокса, спортивной гимнастики и другие. На протяжении трех дней юноши и девушки выполнят по 10 испытаний – от бега и подтягивания до плавания и стрельбы из винтовки. Кроме того, на церемонии открытия пройдет и вручение золотых знаков отличия ГТО 30 учащимся из 8 муниципалитетов Приморья, которые недавно успешно сдали нормативы комплекса. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.